Ну, примерно хотя бы. Суть в чем была хакерская атака, ну, как всегда, предполагается, что русскоязычная. У нас у Тимофея повышенные белорубиутру, им сделали, в общем, температуры ничего не было, но у Каролины была нога в два раза больше другой. Всем привет, у нас утром, мы едем сейчас в школу, девочек провожать. И решили потом заправиться бензином. У нас что-то по Флориде, что-то непонятное творится, чрезвычайное положение по бензину. Не помню, что там произошло, в общем, мне Тимофей вообще сказал, что какие-то там хакеры, в общем, что-то взломали в каком-то штате, вот, и нефть, и, в общем, короче говоря, мама говорит, бензина не будет. Вот, это я вчера такую новость узнала. Я не видела никаких очередей, ничего, но, конечно же, знакомые мне сказали, что в Костка, например, невозможно было в очереди там стоять. Очень много было машин, выстроилось. Ну, в общем, короче говоря, кибиш, как всегда. Если ураган, то мы скупаем всю воду, гарантина, туалетной бумаги нет. Ну, в общем, в общем, вот такое вот положение. И у нас четверть бака, и мы что-то с Тёмкой сейчас думаем, ну, надо заехать и вообще посмотреть, как дела там стоят. Ну, вот заправка есть, вот сейчас мы проезжаем. Ну, очередь из двух-трех машин, и все, больше нет. Надеюсь, бензин там есть. В целом, в принципе, пока все... И не по 5 долларов, он там интересен. Вот, цены какие интересны, да. Вот, это большой вопрос. Так что, ну, в Америке всегда какая-то новость прошла. Губернатор, если что-то сказал, все, закупаемся, ребята, по полной программе. Прямо по полной. Завтра апокалипсис. В общем, как-то вот так вот это у нас здесь всегда происходит. Вот. Так что, сейчас дойдем быстренько до школы. Время 17 минут. Нам надо до 20 минут успеть. Вот, чтобы нас впустили в ворота. Девчонки вчера наторговали лимонады дома. Да, девочки? Заработали денег. Ну, мало. Надо еще. Я пришла домой. Из больницы приехала сейчас. С Тимофеем ездила в больницу. Бумажки мне здесь раскидали. Смотрите, что у меня девчонки здесь делают. Ноги грязные. Вы со школы пришли, даже не переодевались у меня, да? Короче говоря, что вы будете делать-то? На один дом подорвать его, что у нас деньги появляются. Кого? Лимонад. Лимонад? А как поймут, что это лимонад? Там будет на риху как стоять, эта штука. И там будет лимонейд. Лимонейд? А, вы даже, это вы распечатали сами? Да, это я распечатала. А, ну, я. Если это вот кто? Торговцы. Да. Вообще. И Соня говорит, ты никак не можешь сюда клеить. Разрешение на продажу лимонад. Пирог стоит. Пирог кто украсил? Вот этот шоколад, я в больнице сидела, они, короче говоря, мне звонят по составу и показывают, как они его на улице топят. В больших мешочках, да? Да. Вот так вот. Вот так вот, в мешочке. И в чем? В ведерке. В ведерке? Да. В игрушечном? Да. В игрушечном ведерке топили? Нет. Нет, а в чем? Короче. Эту. Это на первом. То есть не из... Помочка. А, все. Потом положили пакетики в шоколадке, и он топился на солнце. На солнце, да? Ну, у вас прям вообще... Вы даже не попробовали. Меня ждете, что ли? Да. У нас будет работа. У нас будет работа еще. Еще работа у вас будет. Я смотрю, вы хозяйничаетесь без меня-то. Да. Прям вообще. Так, ну что, наш прилавок готов. Посмотрите, какой у него. Лимонад. Покажите лимонад. Такой у нас будет. Органик, я смотрю, у вас. Один доллар стоит? Лимонад. Такая красивая, Элина. И вывеска у вас такая красивая, яркая. Прям как нужно. Ем свой пирог. Что? Валипоп. Валипоп у тебя тоже красивый. Смешно. Денег всегда мало. Всегда не хватает. Да, Тем? Угу. Тема спит еще. Борода не сбрил. До сих пор лень. Вот. Я буду ковчег строить. Да, ковчег. У меня утки уже приходят. Все животные скидутся. Домой, да. Домой даже такой, да. Так, наша заправка недалеко от дома. Машин не так много. По две, по три машины. Утро. Вот. Здесь даже один трак стоит. Бензин сегодня 2. 2,90, грубо говоря. 2,90. Очереди нет. Бензин идет. Бьется. Торекой. В бак. Пока есть. Все хорошо. Все есть. Мы все заправились. Ну, очередь на самом деле есть. Все равно не так, как раньше. Мы заметили там по несколько машин. Обычно мы заезжали, если утром. То вообще никого не было. Ну, мы без очереди. Да, ну мы без очереди. Потому что мы подъехали, сразу машина отъехала. Мы сразу заправились. А когда уже заправились, выезжали. Ну, тоже какая очередь. Ну, по 2-3 машины на колонку. Это не очередь. Да. Ну, солнце сейчас будет, конечно, такое прям светить. Ну, с Тёмой едем сейчас паниру Брэд. Как обычно. Берем что-нибудь попить. Утро у нас так начинается. Мы очень любим. Пока не жарко. Хорошо. Сидишь. Птички поют. Пальмы кругом. Вообще красота. Так-то так. Утро начинается. Очень приятно. Самое главное. Самое главное утро. Так. Наша панера. Приятная музыка с утра. Тишина. Что? Только чай? Да, я буду только чай. Чай Тилатэ. Так. Ну, я взяла чай Тилатэ. Свой любимый. Артемка тоже. Он такой, знаете, чай с пенкой. Очень вкусный. Попробуйте. Если кто не пробовал. Даже можно дома сделать. Это черный чай. Там будет... Ваниль, скорее всего. Там будет... Корица. Там корица. Там кардамон. Там черный перец. В этом напитке. Гвоздика. Очень много прям корицы чувствуется. В общем, такие специи, пряности. Имбирь. Еще сладкое. Имбирь. А сладкое это сахар. Вот. Ну, здесь, скорее всего, делают у них какие-то специальные наполнители. Они добавляют. А дома можно сделать самим такой же чай. Вот. И попробуйте. Очень вкусный. Темка заказал кровосан. Я просто без кровосана. Видите, как любят булочки с утра. Потом сутки меня ждал. Не, ну, правильно. Углеводы надо с утра кушать. Вечером нельзя. Вот. Сидим здесь. Время 9 утра. Вид. Печки поют. Классно так. Сейчас попьем и поедем домой. Работать. Я какие-то свои дела делаю. Домашние. Которые стоят с вчерашнего дня. В больницу вчера с Тимофеем ездила. Вчера была с Тимофеем в больнице. Ну, это такой, знаете, простой чекап, который нужно ежегодно проверяться. У нас у Тимофея повышенный белорубил. Очень сильно, очень большой. Не знаем, почему. Поэтому поедем. Сдали анализы. И вот так получилось. И поедем к другому доктору, которому порекомендовал наш, так сказать, лечащий врач. Это гастроэнтеролог. Мы поедем к нему чуть попозже. И посмотрим, что он скажет. Также затронули тему прививок. Он предложил, что скоро нужно будет делать. И ты понимаешь, какая лучшая прививка, какая эффективнее. Он дал ему бумажку посмотреть. Там было три прививки. Это Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. И по всем показателям Pfizer она лучше по эффективности. Johnson & Johnson там где-то 60%. Вообще у нее очень маленькая эффективность. Moderna тоже, которая делается два этапа. А Pfizer она все-таки считается лучшей. Вот. Ну, как-то вот такие вот новости. И, ну, я, конечно, не антипрививочник. Но пока прививку делать мы не будем. Девочкам, кстати, недавно делали прививки. У нас третью дозу нужно было сделаться от панипомании. Я им до пяти лет не делала прививки, потому что у них был медотвод. И здесь, в Америке, мы все сделали. И вот в этот раз тоже у нас такой был чекаб. Мы ходили к доктору. Им сделали. В общем, температуры ничего не было. Но у Каролины была нога в два раза больше другой. А у Стеши рука. Что-то все разбухло. Такая акция была, конечно, на прививку. Болело все, хромали, ходили. В общем, ну, слава богу, все через где-то дня-два прошло. Вот такие дела. Вот. Такие новости у нас. В общем, короче говоря, утро. Сейчас у нас. Сейчас у нас будут трудовые. Трудовой день будет. Попьем. И пойдем работать. Бензин, Тём, скажи точно, что там произошло там? Да я сам толком не знаю. Ну, примерно хотя бы. Суть в чем была хакерская атака. Ну, как всегда предполагается, что русскоязычные стоят за этой хакерской атакой. И, кстати, хакеры, что интересно было, они извинились за данную атаку. Ну, суть атаки банально шифрование данных на компьютерах, которая, в принципе, всегда процветала. И куча людей с 1С-кой страдали. Вот. Я многих знаю в России, когда открывали не те файлы, а потом все базы 1С зашифровывались, галтерские. Но суть здесь, может быть, плюс-минус примерно такая же. В общем-то, зашифровались файлы на компьютерах или на компьютере, которые имеют отношение к трубопроводу или, там, не знаю, к какой-то нефтяной отрасли. В результате чего, ну, возникал некий такой коллапс простой. И это может, ну, сказаться на стабильности. Хакеры извинились, сказали, что не хотели никаких сложностей никому создавать. Хотели просто заработать деньги. Вот. И, ну, суть в чем. Вчера или когда там, ну, на днях или подвчера или вчера наш губернатор штатского города объявил чрезвычайное положение на связи с этим. Ну, и, как всегда бывает, люди себе кидаются сразу же покупать туалетовую бумагу, воду, в данном случае бензин. Но, если вчера говорили, что были очереди, то сегодня мы после школы заправились, либо мы утром заправились, хотя все встают рано. Мы без проблем сразу же подъехали, сразу же заправились и никаких очередей. Ну, когда мы отъезжали, конечно, там чуть побольше, но это тоже 2-3 машины на одну колонку, это вообще не очередь. Так что на данный момент с бензином все нормально. Ну, не знаю. Птичка пролетела, смотри. Это, предположительно, лодкохвостый грак, да? Это, кстати, мальчик, или девочка. Да, это мальчик. Видите, мы уже птичка тут разбираемся. Вот такие дела. Ну, все, пока-пока всем, увидимся в следующем видео. Пока.